Добрый день. И первый вопрос. Скажите, пожалуйста, какие новшества ожидают детей, родителей, педагогов в этом году в наших школах? Ну, в начале, конечно, нашей передачи, нашего интервью, я хочу, конечно, поздравить всех с началом нового учебного года, с Днем Знаний, пожелать здоровья, удачи, успехов после хорошего летнего отдыха, как педагогам, так, конечно, родителям и их детям. Это очень важно. Спасибо. Спасибо. В сегодняшний момент у нас принята дошкольная, начальная и основная школа. Это очень важно, это большая помощь особенно нашим педагогам, где сформирован конструктор полностью, все образовательные программы, где просто уже наши педагоги имеют право только согласно регионального компонента внести туда какие-то свои изучения именно согласно нашего региона, нашей республики. Это очень важно, первое. Второе. Это у нас вводится в этом году в школах должность советник по воспитанию. Это тоже разработано федеральными органами, и поэтому на сегодняшний момент каждая школа будет иметь своего советника, который будет оказывать поддержку и помощь. Ну, директору, конечно, и классным руководителям, социальным службам школ города. Это очень важно. И еще очень важный компонент, который нам очень нужен, и в принципе, я считаю, что немножко был упущен, духовное и патриотическое воспитание. У нас разработана единая воспитание. Это штатная единица? Да, это штатная единица. А куда денутся заместители директора по воспитательной организации? Они будут. Они будут. Да, это доп. единица, которая и так и звучит, советник по воспитанию. То есть расширена как-то обязанность. Да, да, да. Поэтому ничего не сокращается, наоборот, добавляется. И принята единая воспитательная система, которая четко определяется именно тоже федеральными структурами. Мы только можем добавлять согласно своего региона. Проводником будет этот советник. Да, да, да. У нас также продолжается разговор о важном. И очень важно, конечно, у нас вот в этой программе воспитания, которая сейчас принята, имеется блок, который носит профессиональное направление. То есть подготовка детей к выбору профессии. Не просто, как вот мы знаем, бывает. А, 10 класс, кем ты станешь? Я стану экономистом. А почему экономист? Он не может обосновать. Заканчивает экономический институт, да. И остается у ребенка, ну вот для вас окончил мама с папой, а вот для себя теперь я буду дальше учиться. Такое тоже есть понимание. Поэтому, чтобы ребенок осознанно выбрал свою будущую профессию, вот у нас вводится, там тоже есть календарно-тематическое планирование, которое будет. И поэтому, согласно этого направления, будет вестись работа прямо с начальной школы. Это очень здорово. И поэтому, я думаю, что у нас немножко что-то изменится. Ну и, конечно же, главное еще наше достижение, это на региональном уровне принята программа развития тувинского языка. Которая тоже имеет место. Стратегия, по-моему, да. Да, да, стратегия даже. И еще, вот согласно новым Федеральным ГОФГОСам, которые у нас приняты, программа, увеличилось количество часов изучения русского языка и литературы. Это тоже очень важно. И введены в программу изучения литературы произведения Шолохова, произведения Фадеева, произведения Бондарчука, которые носят именно, почему-то были, ну, убраны. И вот сейчас они вводятся, и с этого года дети будут изучать, анализировать. Знакомая программа. Да, нам она очень хорошо знакома, поэтому для современного поколения некоторые дети не знают. Ну, период был такого безвременя, когда эти авторы у нас выпали из программы. Да, да, да. Это неправильно. Это очень важно, поэтому я думаю, что все разработаны новые нормативные акты, которые у нас сейчас будут работать, и я думаю, что мы их будем усовершенствовать каждый год. Конечно, сразу будут ошибки, но я думаю, все ошибки дают положительные результаты, которые мы можем проанализировать, сделать анализ, и на следующий учебный год, конечно, начать немножко с другой. Но обязательно с немножко с подтекстовкой оригинального компонента должно быть идти. Это очень важно. Еще один такой важный вопрос. А новые школы у нас в Кызыле появились или строятся? В этом году у нас в начале учебного года школы не открылись, но они у нас откроются, согласно графика, со следующего года, я думаю, что с февраля месяца у нас там начнутся учебные процессы. Это по Байхакской улице откроется новая школа. Сейчас мы там ведем комплектование первых классов, открываем их в других школах, которые потом перейдут непосредственно. Они перейдут в 2024 году весной. И вторая школа, конечно, планируется открыть, это на Вавиленском затоне, которая тоже имеет главное для нас понимание, где большое количество детей у нас посещает городские школы. И понятно, что тяжело добираться. Для каждого ребенка школа должна находиться в шаговой доступности, поэтому нам необходимо создавать эти условия. И поэтому вот это в ближайшее время две школы откроются, и в дальнейшем у нас еще две школы, это 25-26 года, по-моему, эта школа на спутнике должна открыться. И школа на месте, 14-й школы, где было раньше, Мангун открывается, у нас новый микрорайон там строится, и там как раз будет открыта новая школа. Поэтому это в планах есть. В шаговой доступности мы придем. Да, да, рады всех приветствовать. Давайте перейдем к вопросам, которые в соцсетях у нас родители задают часто. Отметим, что каждый год эти вопросы возникают. Что делать родителям, все дети не попали в школы даже по прописке? Есть такой, да? Есть такой вопрос в этом году. Объясню, почему он возник для первоклассников. В этом году было изменено положение на федеральном уровне по приему в первый класс. И главный приоритет первым принимаются дети. Согласно этому, если раньше было именно дети только по прописке, именно данном микрорайон, то сейчас почему-то дети у нас оказались на последнем месте по прописке. А первым местом идут дети, которые это сотрудники правоохранительных органов, военизированных структур, прокуратуры, судей и так далее. Приоритет такой стал. Поэтому это очень важно. Но я бы здесь отметила... Я считаю, что здесь недоработка руководителей есть. Четко нужно для себя... Школы? Да, школы. Именно школы. Четко должно быть понимание. Все-таки главное должен играть микрорайон. И дети из микрорайона не должны такого первоклассники, особенно, не попасть в эту школу. То есть нужно самим регулировать внутри. И это регулирование тоже необходимо принять в нормативный акт. Я думаю, что на следующий год этого не будет. Мы немножко подработаем. Сейчас я получила консультацию юристов. И, в принципе, я держу это сейчас на контроле. Мы будем работать в данном направлении. Поэтому, конечно, согласно того, что произошло, у нас дополнительно открылись классы в первой школе. В пятнадцатой школе открыли дополнительно класс первый. Открыли в девятой гимназии как раз два класса для новой школы по Байхакской, первых классов открыли. Поэтому, в принципе, я, конечно, приношу извинения таким родителям, потому что я их понимаю. Но вот количество первоклассников у нас каждый год растет на полторы тысячи. В целом школы прирастают. А на сегодняшний момент в школах города у нас где-то около 30 с половиной тысяч детей числится. Поэтому дети должны пойти в первый класс в обязательном порядке. И образование, департамент образования должны определить там, где есть места. Пока. Ну, вот так получилось. Ну, вот такая у нас ситуация. И, конечно же, я бы посоветовала родителям в процессе всего учебного года написать заявление в те школы, где они живут по микрорайону. И чтобы директор школы мог пригласить. Это в практике у меня было. Я могла пригласить, если у меня выбыл ребенок, кто в очереди там следующий, я могла пригласить, чтобы он вернулся. С каждым отработать. Да, с каждым отработать индивидуально. Это возможно. Поэтому, ну, есть такие моменты. Родителям надо добиваться все-таки. Да, родителям нужно добиваться, и поэтому нужно смотреть. Согласно, есть такие вот такие моменты. Понятно. По прописке только так. Спасибо. Следующий ежегодный вопрос. Как обстоят дела с учебниками? На сегодняшний момент учащийся школы города обеспечены учебниками на 70%. 70%. 70%. В прошлом году было меньше. В этом году на 70%. Поэтому с каждым годом мы, конечно, эту цифру будем обеспеченностью увеличивать. Но учебники должны соответствовать обязательно федеральному государственному образовательному стандарту. Других учебников не должно быть. Если учитель требует какие-либо другие дополнительную литературу, ну, я думаю, что по литературе это не так принципиально, а, например, в начальной школе многие родители требуют рабочей тетради. Да, я знаю, это помощник очень хороший. Но если нет возможности у родителей, они могут, ну, взять у кого-то, от ксерокопировать. Это тоже такой момент есть. Поэтому я думаю, что здесь ничего страшного нет. Но выйти из положения таким образом нужно. Ну, и другой момент для родителей, для сведения. У нас есть электронные учебники, где могут соответствовать... Есть достоверный источник, да? Да, есть. Это сайт Министерства просвещения, где не имеется. Они уже застандартизированы. Поэтому дети могут оттуда скачать и пользоваться ими. Здесь вопросов тоже... Сайт Министерства просвещения? Министерства просвещения Российской Федерации. Да, поэтому здесь тоже в этом проблем нет. У нас дети сейчас электронной техникой обеспечены независимо от статуса семьи или чего-либо другого. У всех хорошие телефоны есть, куда они могут скачать и, в принципе, работать по этому. Конечно, если используются вот эти телефоны на уроках в целях образовательного области... Допустимо. Поэтому для старшеклассников я считаю, что это вообще приемлемо даже, потому что там вообще необходима большая информация, которую они могут спокойно пользоваться. Вот такие моменты нужно использовать и понимать. Конечно, книга – это здорово, но пока у нас недостаточного финансирования на приобретение такой массы учебников. Новые школы, которые будут открываться на сегодняшний момент, там заложено в программу, и дети будут обеспечены новыми учебниками в полном объеме Министерством образования нашей Республики. Ну, а пока вот есть такие моменты, да, я зачитаю? Пока есть. Каждый год мы покупаем учебники, каждый год сдаем их в библиотеку, и на следующий год нам не выдают учебники, а опять заставляют покупать. Ну, я скажу так. Во-первых, учебники того переплета, который был раньше, сейчас нет. И учебники сохранить очень тяжело, очень сложно. Поэтому они носят такой, вот как я в этом году посмотрела учебники, журнального характера. Тонкая обложечка, тонкие листочки. Поэтому не все дети аккуратно относятся. И поэтому, конечно, количество тех учебников… Изнашивается. Да, изнашивается. Это одно. И второе. Количество детей растет. У нас наполняемость в классах достигает, сейчас вот в первых классах, до 40 человек. Поэтому это тоже проблема есть, потому что количество детей в каждом классе растет. И поэтому… Ну, приоритет, конечно, школа в первую очередь отдает многодетным семьям, малообеспеченным семьям в первую очередь. Ну, а те семьи, которые могут купить, позволяют финансовые. У нас же есть такие семьи, есть. Поэтому можно и приобрести пока. Ну, вот такая ситуация существует. Спасибо. И тут такой частный случай. У меня ребенок русскоговорящий. Когда я записывала первый класс в русском классе, не оказалось мест, тогда мы решили отдать класс с изучением родного языка. В этом году она идет в пятый класс на просьбу перевести. Нам отказывают, ссылаясь, что нет мест. Она по-турински не говорит. Ну, я тогда задам родителям вопрос. Если она по-турински не говорит, то как она начальную школу изучала? Проблема у девочки. У девочки уже сложился какой-то протест внутри, какое-то непонимание. Я считаю, что школа должна в обязательном порядке отреагировать на заявления родителей. Другого понимания не может быть. Потому что родители, тем самым не настояв на том, что ребенка нужно в первый класс записать в русскоязычный класс, тем самым подвергли определенным трудностям в изучении. Может быть, какой-то комплекс у ребенка развился. Поэтому здесь, я бы сказала, настаивать просто нужно на своим. То есть выход настаивать? Конечно. И учитель должен, директор должен в обязательном порядке записать только согласно заявлению родителей. А если в школе никак, и с директором никак, то высшая инстанция какая? Куда можно? Ну, опять же, причина. Почему не перевели? Или мест не было, или не захотели. Мест в том классе нет, и родители просто не хотят лишних предметов. Ну, я думаю, понимаете, здесь нужно смотреть в течение года. Ну, ладно, записали в первый класс на начало. Движение детей происходит. Понимаете? В конце каждой четверти идет движение. В течение всего учебного года. Поэтому сегодня есть 30 человек, а завтра 29. Потому что ребенок выбыл куда-то. Такие факторы, они не единичные. Поэтому родителям просто нужно отслеживать и держать тесным контакт. Контролировать и настроить. Да, контакт с заучием, прежде всего, школы. Это вправе только образовательной организации. Спасибо. Понятно. В некоторых школах просят спонсорскую оплату. Это что-то новое, да? Нет, это не новое. Но спонсорская оплата у нас как бы в разговоре есть такая. А в чем выражается спонсорская оплата? Я, например, не понимаю. Если купить парту, то парты, допустим, учебное оборудование, субвенции даются, они приобретаются. Ну, что можно купить? Не знаю. Поэтому спонсорскую помощь требовать не имеет права. Такого понятия нет у нас. Такого понятия нет. Поэтому есть желание родителей помочь в чем-то школе, но вопросов нет. Но это, прежде всего, должно быть добровольное. И это должно обязательно идти не через директора, а к директору, но через образовательные какие-то финансовые органы, которые должны это контролировать. Но понятия спонсорская помощь не существует. Есть добровольные пожертвования. Именно добровольное слово звучит таким образом. Тут еще вопрос на тувинском языке. Почему с каждым годом становится меньше тувинских классов национальных? Ну, во-первых, право учиться в тувинском классе или с русским языком, определяет родитель. Школа сама не определяет. И в зависимости от того, какое количество подано... Спроса, да. Да, это спрос родительский. Поэтому от школы это не зависит. Я бы задала вопрос родителям. Почему не отдаёте детей в тувинские классы? Ну, у меня тоже тогда вопрос к этому. Я эту тематику в тематике, я знаю. Даже на сегодняшний момент, вот, подходит очень много родителей, переведите меня из тувинского класса в русскоязычный. Почему? Говорят, мне трудно, моему ребенку. В чем трудность? Не могу понять. В изучении тувинского языка. Ну, значит, наверное, родители где-то упустили изучение родного языка. То есть сверху никакой директивы тут нет? Нет, сверху директивы нет. Никакой, абсолютно. Изучение родного языка – это главный приоритет наших образовательных услуг, которые мы предоставляем вообще на территории республики. Поэтому спрос рождает предложение, прежде всего. В принципе, здесь тоже так же работает. Да, и здесь так же работает. По-другому не может быть. Спасибо. Не могу перевести ребенка из районной школы в городскую. Требует характеристику. Из старой школы только потом дадут подтверждение. Ну, у меня эта проблема у нас большая. У нас очень большое количество детей обучается в школах города из Кожунов. У меня вопрос. Не вопрос, а просто понимание такого, что каждый ребенок должен жить с родителями. Ни с тетей, ни с дядей, ни с сестрой, ни с бабушкой, ни с дедушкой. Ни в коем случае. Есть ошибка руководителя, который принимает детей Кожуных без городской прописки. И по желанию родителей оформляет какую-то доверенность нотариальную. Но та же нотариальная доверенность не является законным документом, чтобы ребенок проживал и обучался без родителей. Поэтому я задам вопрос. А почему? Где вы проживаете? Если у вас имеется прописка городская, вопросов нет. Вас обязаны взять без характеристики. Если вы сами проживаете, имеете прописку в Кожуне и хотите перевезти его в город, опять же, для проживания с родственниками, так не должно быть. Поэтому школа вправе отказать на 100%, причем, и будет обоснована. Поэтому характеристики, подтверждения они обязаны дать, если вы имеете чисто городскую прописку. Здесь таких препонов не должно быть. В целом, я бы сказала для Кожунных школ, что если дети выбывают из Кожуна в город и имеют определенные какие-то сложности в обучении, в воспитании, в поведении, вот школы, Кожунные администрация обязана предупредить школу, то есть после того, как он выбыл, дать характеристику на семью и, конечно, написать такое обращение. Просим взять на контроль. Ребенок склонен, допустим, к бродяжнице, состоит на учете в Центре психического здоровья, или ребенок стоит на учете. Сопроводить. Это же не для того, чтобы взять данную информацию и каким-то образом его прессинговать или еще что-то. Нет. Просто нужно взять и провести свое время на работу, чтобы с ребенком ничего не случилось. Это главное состояние здоровья ребенка. Это очень важно и главное. Поэтому только с этой целью необходимо проинформировать образовательное учреждение, куда выбыл ребенок. Это для нас приоритет. Спасибо. А как в интересах ребенка перевести из одной школы в другую? В интересах ребенка, если не по микрорайону, да? Да, да. При наличии свободных мест в течение учебного года это решается свободно. Ну, заявительный характер. Да, заявительный характер имеется от родителей. Если места есть, то директор школы проблем нету, да. Проблем нету, если в черте города. Это так только делается, другого нет. Я бы добавила следующее, что у нас идет сейчас акция «Помоги собраться в школу». Да, да. Она у нас, в принципе, сюда подключили все органы власти, региональные, федеральные и муниципальные. Но здесь необходимо просто обратить особое внимание руководителям всех учреждений по этой акции, помочь именно тем, кто нуждается. Конечно, согласно статистике, у нас сейчас в связи с федеральными выплатами от 3 до 7 и от 8 до 16, до 17 лет, многие семьи многодетные получают очень хорошее пособие. А есть те мамы, которые матери-одиночки, они работают на двух работах, но иногда у них не получается. И получается только МРОД. А МРОД – это 14 тысяч. Вы сами понимаете, а у нее трое или четверо детей. Вот понимаете, на каждого ребенка выходит по 14. Это сложно. Поэтому я бы хотела обратить именно на такие семьи всех руководителей, которые у нас проводят эту акцию. Внутри себя посмотреть в обязательном порядке. Мэрия Козыла тоже проводит. МРОД – это по линии. Я почему обращаюсь именно ко всем организациям, потому что я говорю про территорию города Козыл. И все, пусть будут региональные, пусть это будут муниципальные органы, власти, они все на территории Козыла. Федеральные службы. Федеральные службы, да. А дети, которые проживают, это все наши городские, поэтому мы несем за них все ответственность. Поэтому я бы обратилась таким образом, чтобы оказали акцию «Помоги собраться в школу». А у мэрии Козыла точечно куда можно? Это 112 кабинет. Можно обратиться. Там есть специалисты. Алексей Сундуевич, Артыкол. И в этом направлении примут и соответствуют. Ну и второй момент, конечно, можно обратиться по заявлению. Носит заявительный характер. В муниципалитет. Можно на мое имя, можно на имя мэра обратиться с заявлениями. Мы тоже можем оказать материальную там «Помоги акцию, помоги собраться в школу». Вопросов нет в этом направлении. Спасибо. Наталья Ильичевна, спасибо большое за участие в нашей программе. Всего вам доброго. Всем всего доброго. Удачи. Хорошего учебного года. Спасибо. Уважаемые телезрители, очередное интервью дня подошло к концу. Всего вам доброго. И до встречи на телеканале ТУВА-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ТУВА-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова